Итак, друзья, давайте не буду затягивать надолго наше приветствие. Пожалуйста, напишите в чате, кто считает себя абсолютно здоровым человеком. То есть у кого ничего не болит, нет никаких хронических заболеваний, нет никаких жалоб на пищеварение, на желудочно-кишечный тракт, на другие системы. Вот кто себя считает здоровым, можете прямо поставить единичку в чате. И пока я жду ваши единички. Сегодняшний вебинар я посвящаю обмену веществ. Да, Людмила, такое бывает. Перед вами сижу я, человек, который ни на что не жалуется в плане своего здоровья. Но тем не менее я жду, пока от вас тоже поступят такие сигналы. Может быть, кто-то у нас всё-таки сюда и забежал абсолютно здоровый. Итак, наш сегодняшний вебинар касается обмена веществ. Так, появилась первая единичка. Пока у нас один человек здоровый. Это очень интересно. Посмотрим, кто ещё у нас здоровый. Ну и пока я жду ваши ответы. Давайте я представлюсь, если кто-то меня вдруг ещё не знает. Я, конечно, очень надеюсь, что меня многие знают. Но если вдруг нет, если вдруг первый раз попали на мой вебинар, меня зовут Бая. Это моё второе имя. По паспорту я Светлана, но по жизни так получилось я Бая. Мне 60 лет. Я доктор натуропатии. И в теме натуропатии я 7 лет. Ровно 7 лет назад, в 216 году, я начала заниматься конкретно своим здоровьем. И я узнала, что, оказывается, есть другие пути решения проблем со здоровьем, кроме как медикаментозные. И с тех пор, как я это узнала, я очень уверенно двигаюсь по этому пути. Я обучаюсь, получаю образование. Совершенствуюсь на этом пути и всё время транслирую в своих блогах, в своих социальных сетях, на своих площадках вот эту свою миссию передать людям вот эту возможность оздоровления не столько с помощью лекарств, сколько с помощью природных средств и в том числе своих собственных внутренних резервов, внутренних ресурсов. И так я вижу, что нет больше ни одной единички, кроме как поставила Лилия. И я понимаю, что это действительно оправдано, что мы здесь с вами собрались, вы собрались послушать меня, потому что у вас есть определённые проблемы со здоровьем. Меня ничто не беспокоит со здоровьем, но на проблемы со здоровьем всё время жалуются мои подписчики, мои клиенты, мои последователи, ученики. И именно ради этого я здесь, чтобы разобраться в этих проблемах. Я всё время буду поправлять очки, потому что они меня соскальзывают, когда я немножко потею. Что значит быть здоровым человеком и что отличает здорового человека от больного? Давайте разберёмся, охарактеризуем эти понятия. Ну, во-первых, с моей точки зрения, такой самый главный показатель здорового человека – это способность хорошо усваивать съеденное. Я совершенно на 100% уверена, что это признак здорового человека, не испытывать проблем с пищеварением, потому что когда ко мне приходят за помощью люди, их постоянные жалобы идут на то, что они никак не могут справляться с той или иной едой. Понимаете, это удивительно. Но очень часто люди говорят, вы знаете, я не могу есть фрукты, мне с них плохо, меня тошнит, они у меня не усваиваются. И это кажется странным, например, мне на сегодняшний день, потому что мне фрукты кажутся наиболее лёгким продуктом для усваивания, для расщепления. Не только фрукты, есть ещё масса продуктов, которые разные люди не могут нормально усваивать. Одни говорят, что они не могут усвоить мясо. Оно у них просто тяжёлым камнем ложится в желудке. Другие говорят, что они не могут есть капусту, потому что им плохо, у них всё бурлит, и они испытывают жуткий дискомфорт, когда поедят капустный салат. И так далее, и так далее. И следующий критерий – это способность хорошо выводить отходы. Здесь вообще целая печальная песня, я бы так сказала. Дело в том, что когда мы говорим про выводить отходы, мы, конечно же, в первую очередь имеем в виду кишечник. Я думаю, это первое, что у каждого возникает ассоциация. Здесь, да, здесь очень много проблем. Точнее, проблема-то одна, просто она касается многих людей. Это, конечно же, опорожнение кишечника. Очень многие люди жалуются на то, что не могут регулярно опорожнить кишечник. Склонность к запорам – это просто повсеместная беда. И хотя есть люди, которые не обращают на это внимание, и им всё равно, когда это было, сколько раз это было. Но те люди, которые ко мне обращаются, в основном, это люди, которые обеспокоены. Потому что это доставляет неудобства, это доставляет дискомфорт. И очень многие уже понимают, что, по большому счёту, неопорожнённый вовремя кишечник – это, конечно же, интоксикация. Интоксикация, то есть это ношение токсинов в себе. А КАЛ – это, конечно же, сборище токсинов. И проникновение в кровь этих токсинов обратно через кишечник никто не отменял. Но мы говорим не только про работу кишечника. Когда мы говорим про способность хорошо выводить отходы, мы имеем в виду и другие выделительные системы тоже. Мочевыделительная система. Очень часто в анкетах я задаю вопрос, сколько раз вы ходите по маленькому в туалет. И очень часто люди отвечают – 2-3-4 раза. Вы понимаете, это нездоровая ситуация. То есть если бы это было раз за 4 хотя бы больше, чаще, то это была бы намного более нормальная работа по выведению отходов. Поэтому если вы не ходите порядка 10 или более раз по маленькому за день, и если ваша моча не светлая, или, скажем, почти, не почти светлая, то значит с этой системой выведения явно не всё в порядке. У нас есть ещё одна система выведения – это кожа. И вы знаете, что удивительно? Оказывается, далеко не все люди могут потеть. И у меня такой вопрос тоже стоит в анкете. Как сильно вы потеете или как часто вы потеете? И совершенно нередкие случаи, когда люди говорят – а я вообще не потею, я даже в бане не потею. Это тоже говорит о нарушении работы выделительной системы. Ещё один критерий здоровья – это иметь хороший уровень энергии для активной жизни. И опять мы возвращаемся, я возвращаюсь к анкетам моих клиентов, где чёрным по белому каждый раз пишут – у меня хроническая усталость, у меня нет энергии, я еле таскаю ноги, еле доползаю до кровати с трудом, еле поднимаюсь день, едва-едва могу начать. И вот это вот постоянно. То есть это опять признак нездоровья. Ну и, конечно, как вытекающее из этого, из вышеперечисленного, конечно, как можно говорить о ментальном и психическом здоровье, если у нас физиологическое здоровье вот так сильно страдает. Конечно, там и стрессы, и депрессия, и всё в таком духе. Здоровый человек, если он по-настоящему здоров, он очень быстро умеет справляться с вирусными заболеваниями, бактериальными инфекциями и прочими острыми состояниями. Не хочу как-то там хвалиться, что вот я такая здоровая, просто я была и в нездоровом состоянии, и мне есть чем сравнить моё сегодняшнее состояние. То есть 7 лет назад, когда я была в очень сильно нездоровом состоянии, когда у меня каждое острое респираторное заболевание заканчивалось обязательно. Вот стоило мне начать чихать, сморгаться, я знала, что сейчас, через несколько дней, у меня наступит фаренгит, что мой фаренгит обязательно перейдёт в бронхит, что болеть бронхитом я буду долго, примерно с месяц, а потом ещё несколько месяцев я буду восстанавливаться с затяжным кашлем. И это было у меня каждый год, а иногда и не один раз в год. Понимаете, мне есть с чем сравнить. Сейчас, когда я вообще уже забыла, что такое бронхит, я понимаю, что сейчас я нахожусь в здоровом состоянии, а тогда это было явно нездоровое. Поэтому если вы умеете быстро и безболезненно выходить из вот таких острых ситуаций, как я это делаю сейчас, я научилась это делать, значит, вы здоровый человек. Если не умеете, если любой вирус укладывает вас на 3-4 недели, значит, вы не умеете справляться с этими острыми состояниями. Ну и, конечно, наличие или отсутствие хронических заболеваний тоже явно указывает на ваше состояние здоровья. Не могу на сегодняшний день сказать, что в моём списке есть хотя бы одно хроническое заболевание. Они были, они были, это было состояние близкое к артриту, и это были проблемы с гормональной системой и с лор-органами. К счастью, нашла я из этого выход, и всё это можно преодолеть. Понимаем, что в молодом возрасте человек, как правило, люди справляются довольно достойно вот со всеми этими ситуациями. У них и усваивается хорошо, и выводится хорошо, и болеют они редко и недолго. Ну и, конечно, у них ещё нет хронических заболеваний, в основном, по большому счёту. Почему это так? Почему с возрастом мы начинаем уходить вот от этих критериев и потихонечку разваливается? Да потому что с возрастом у нас нарушается обмен веществ. Нарушение обмена веществ приводит к тем состояниям, которые мы вот очень часто, мы, я имею в виду, люди уже возрастные, да, вот такие, как я, 60, 50 плюс, там даже бывают и за 40, и не говоря уже о тех, кому больше 65, конечно, мы отмечаем у себя и признаки старения, причём это бывает очень быстрое старение, и нарушаются функции пищеварения, и выведение уже страдает, да, не говорю уже о портящейся фигуре. Если вы видели меня 7 лет назад, то вы знаете, о чём я говорю, да, вот, к сожалению, нет этого слайда, в следующий раз заготовлю. То есть я 7 лет назад и я сегодня, это два разных человека, с разницей в 26 килограмм, и это очень считывается, да, вот это состояние нездоровья и здоровья. И при нарушении обмена веществ мы начинаем страдать с точки зрения психики и с умственными способностями у нас, да, уже не так всё хорошо, как в молодости. Не говорю уже про иммунитет, когда он снижается, мы постоянно хватаем какие-то вирусные дела и прочее. Ну и как самый печальный итог, серьёзное нарушение обмена веществ приводит, ну, просто к летальному исходу, к неспособности справиться с вот этим грузом хронических заболеваний или острых, плюс острых ещё, и преждевременная смерть. Конечно, не хочется омрачать сегодняшний вечер такими словами, но мы должны смотреть правде в лицо, да, и называть вещи своими именами. Что такое обмен веществ? Я думаю, что сейчас это словосочетание, оно вообще на слуху у всех. По-другому это называют метаболизм, да, и очень часто мы слышим, вот, надо разогнать метаболизм, надо улучшить метаболизм. Ну, по сути, это одно и то же. Это процесс, который обеспечивает нам жизнь. Если он нарушается, то и у нас в жизни что-то происходит. То есть это и физические, и химические, да, процессы, которые обеспечивают нам состояние жизни. Вот почему так важно об этом говорить. Потому что важнее слово «жизнь», мне кажется, нет ничего, да. Мы все приходим на этот свет, чтобы жить. И жить качественно. Вот почему нам так важно сегодня говорить про качественный, нормальный обмен веществ. Мы должны с вами понять, нарушен у вас ваш метаболизм или нет. Хроническая усталость, лишний вес, либо его недостаток. Неважное, да, отражение в зеркале, когда уже все портится, и волосы, и кожа, и нездоровый цвет лица, и частые простудные заболевания, и неумение, да, с ними быстро справляться. Ну и, конечно, наличие хронических заболеваний. Почему вот это вот все происходит, да, почему нарушается? Давайте будем рассматривать нарушение обмена веществ, прежде всего, с точки зрения нарушения пищевого поведения. Давайте рассмотрим питание современных людей. Как в основном питаются сейчас люди? Вот какая у вас ассоциация возникает, когда мы говорим, надо пойти поесть или надо пойти приготовить еду? Какая ассоциация? Я думаю, что у многих это связано с посудой, то есть какая-то кастрюля или сковорода, или микроволновка, это плита, либо там духовка или что-то еще, то есть какая-то термическая обработка продуктов, когда продукт нужно сварить, пожарить, потушить. Современные люди расценивают питание, причем нормальное питание, как вареную еду, то есть термически приготовленную еду. Что происходит при термической обработке еды? Я думаю, это знают все. Уничтожаются все необходимые витамины и микроэлементы. И это большая беда. Проанализируйте ваш рацион с утра и до вечера. Какой процент у вас занимает термически приготовленное, то есть вареная, пареная, жареная и прочая еда. Я думаю, что большой процент это будет именно такая еда. То есть по большому счету ваша еда, если она вот в таком формате, она обесценена с точки зрения витаминов и минералов. Что еще едят современные люди? Они едят очень много рафинированных продуктов. Что значит рафинированных? Это значит улучшенные. Но причем улучшенные они, можно сказать, в кавычках. То есть их улучшили ради того, чтобы они хорошо выглядели, хорошо пахли, долго хранились. Но на самом деле это улучшение, оно ведет к их ухудшению. То есть из этого продукта изымается все то полезное, что только могло там быть. Например, рафинированное масло. Дезодорированное, которое очищают от запаха, от цвета. И что остается? А очищают как? Конечно же, химическим способом. Что остается в этом продукте? Это совершенно выхолощенный продукт, который не несет никакой ценности пищевой, никаких питательных веществ там нет, никаких полезных ни жиров, ни витаминов, ни минералов там нет, ничего. То есть это пустышка, это просто болванка. Но ладно бы она была просто болванкой. Это еще и вредный продукт, на котором мы жарим что-то, обжариваем. Кто-то даже салата добавляет. Не говоря уже о том, что все полуфабрикаты, весь фастфуд, весь этот общий пит, он просто замешан на пище, которая приготовляется с применением вот таких рафинированных масел. И понятное дело, что эта еда уже будет не только пустая, но она будет еще и вредная с точки зрения канцерогенности. Потому что такая обработка в таком масле, это считается канцерогенным продуктом. Взять те же колбасные изделия, сколько туда напихано всего того, что является неестественными продуктами. Понятное дело, что ни о каких полезностях с точки зрения витаминов и минералов там речи не идет. Ну и, конечно, очень много еды у современных людей с искусственными добавками. Даже детская еда. Я уже не говорю про эти колбасы и сосиски, но даже детская еда. Какие-то там глазированные сырки, какие-то йогурты. Вот это все, да, вот это все красиво упакованное, с красивыми этикетками. Посмотрите на состав, на этих красивых этикетках. Вы увидите, что это сплошь и рядом какие-то ешки. И их много. И это все у нас присутствует в очень-очень-очень многих продуктах. Если мы не смотрим на этикетки, а берем все подряд себе в корзину, то мы постоянно внутрь себя вот это все закладываем. Вот это вот все химическую, вот эту всю обесцененную еду с точки зрения полезных питательных веществ. И когда я анализирую анкеты моих клиентов, то я вижу, что сырая растительная пища, такая как фрукты, овощи и зелень, в которой хотя бы, ну, в малом количестве, но все-таки сохраняются какие-то витамины, микроэлементы, если это в сыром виде. Такой еды у людей присутствует очень-очень мало, к сожалению. Какое-нибудь одно несчастное яблоко за весь день у большинства. Я не говорю, что возможно, что с моей аудиторией это более продвинутая часть населения, и у вас, возможно, больше сырой растительной еды. И я очень рада, если так. Но мы сейчас говорим о большинстве людей. Какое-то несчастное яблоко, какой-то там несчастный один помидор где-то пробежал, вот, и это все. И какая-нибудь веточка укропа для красоты. К сожалению, этого явно недостаточно. Дело в том, что нормальный обмен веществ, он просто базируется на достаточном количестве в нашем организме вот этих самых витаминов и минералов, которых нам не хватает, нам, современным людям, не хватает с той пищей, в той пище, которую мы употребляем. По слову «мы» я имею в виду всех людей вообще, живущих в современном мире. И когда этих витаминов и минералов не хватает, то обмен веществ, метаболизм, нарушается. Я знаю, что здесь среди слушателей сейчас есть немало людей, которые знают меня как пропагандиста практики очищения организма. И они могут мне возразить и сказать, что «Бая, ну как же так? Вы же всегда говорили, что питательные вещества мы получаем через тонкий кишечник, где они усваиваются и входят в кровь через стенки кишечника». Да, я по-прежнему это утверждаю, но дело в том, что сейчас, когда мы говорим о нарушении обмена веществ, мы рассматриваем дефицит по витаминам и минералам с двух сторон. Во-первых, говорим о том, что современная еда обесценена с точки зрения витаминов и минералов. А во-вторых, мы говорим о том, что даже то небольшое количество полезных веществ, которое содержится в еде, даже оно очень плохо усваивается или практически не усваивается, если у человека загрязнены стенки тонкого кишечника. То есть здесь эта проблема, она имеет вот такой комплексный формат. И еда обеднена, еще и кишечник наш находится в плачевном состоянии. Поэтому здесь нельзя отрывать вот эти вот две стороны общей проблемы друг от друга. Они зациклены, они увязаны друг с другом. Та еда, которую мы потребляем, это крахмалистая еда, много крахмалистой еды. Она загрязняет кишечник как раз вот этим клейстерным веществом, которое забивает ворсенчатую часть тонкого кишечника. И мы из-за этого получаем плохое проникновение питательных веществ в кровь. Плюс сама еда тоже является бесцененной. И в таком формате мы имеем очень нездоровое питание. Таким образом, что нам нужно для того, чтобы нормализовать обмен веществ? Прежде всего, мы должны наладить свое питание, сделать его в здоровом формате. Сейчас будем разбираться, как это, в здоровом формате. Но кроме того, что мы должны наладить питание, нам обязательно нужно подумать еще о двух факторах. Это ваша двигательная активность и это забота о корректной работе выделительных систем. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Работа выделительных систем – это работа по выведению отходов. Это и есть тот самый детокс, это и есть то самое очищение организма, о котором я постоянно говорю уже 7 лет. И это та тема, на которую идут ко мне люди. И мы будем всегда об этом говорить, потому что эту тему никак нельзя оторвать от здорового образа жизни. То есть если вы хотя бы один пункт отсюда вырвете, из этих трех, то у вас не получится полноценного здорового образа жизни. Если питаться в здоровом формате, но сидеть при этом сиднем на диване весь день и не думать о том, как у тебя происходит опорожнение кишечника, как у тебя происходит мочеиспускание, то я боюсь, что даже такая еда в здоровом формате не окажет должного влияния на ваш обмен веществ. И он все равно будет в какой-то степени нарушен. Если вы выбросите из этого списка питание, но будете хорошо работать с выделительными системами, двигаться, но при этом питаться вот как бы так, кое-как, это все равно будет топтание на месте. И все равно вы не будете получать необходимых витаминов и минералов, которые нужны для нормального обмена веществ. Ну и, конечно, если вы нормально питаетесь и много двигаетесь, но совершенно не заботитесь об очищении, о детоксе, хотя бы периодическом, вы тоже будете пробуксовывать. Это уже доказывает практика, и тут от этого никуда не уйти. Значит, что касается работы по выведению отходов, это огромная тема. Мы ее всегда рассматриваем отдельно, на каких-то моих курсах, на марафонах. Сейчас об этом мы не говорим. Тема движения – это, я считаю, личная тема каждого человека, и каждый ее воплощает в своей жизни настолько, насколько ему это удается. Итак, значит, как мы будем питаться с вами здоровым образом? В первую очередь мы, конечно же, исключаем всю суррогатную еду из рациона. Зачем нам заполнять себя вот этой пустотой, когда она нам не дает ничего? Мы сейчас про обмен веществ. Мы сейчас про полноценное наполнение себя витаминами и минералами. Суррогатной еды мы не получим ни витаминов, ни минералов. Поэтому мы убираем ее, и вы теперь уже понимаете, что это за еда. И, конечно же, мы уменьшаем количество вареной еды в своем рационе в сторону сырой растительной пищи, сырых овощей, фруктов и зелени. Но здесь у меня к вам сразу предостережение – не делайте это резко. Это очень распространенная ошибка. большинства людей, даже когда они приходят ко мне на марафон или на курс, они стараются, очень стараются быть идеальными. И часто они просто так быстро хотят перейти на какие-то более здоровые рельсы, что слишком много начинают есть сырой растительной пищи, стремясь улучшить свое состояние по витаминам и минералам. Но на самом деле резкое увеличение часто оборачивается некорректной работой желудочно-кишечного тракта. То есть это могут быть и боли, и спазмы, и нарушения стула даже в том числе. Даже на увеличении сырой растительной пищи может быть ухудшение стула. Это очень частая ситуация. Поэтому здесь должен быть такой здоровый баланс. Ну, если вы были на моем курсе или вы сейчас на каком-то моем курсе, то вы, наверное, знаете, что я все время об этом говорю, что не надо быть фанатом, нужно делать все разумно. И увеличивать сырую растительную пищу тоже разумно. И вот теперь вы третьим пунктом видите, что у меня здесь появились биологически активные добавки, которые мы включаем в рацион. И вот здесь сейчас хочу остановиться немножечко более подробно, почему вдруг я начала включать в рацион БАТ, биологически активные добавки. Те, кто смотрит меня давно, они знают, что раньше я относилась к БАТ, скажем так, равнодушно. То есть я никогда не отрицала БАТ, но я и никогда не была активным сторонником применения БАТ. И я хочу эту историю вам немножко рассказать. В 2017, по-моему, году, когда я только начинала свою практику, консультировать людей по вопросам питания, коррекции веса и так далее, я стала получать вот эти вопросы по БАТ. Какие БАТ я рекомендую, какие я применяю и так далее. На тот момент я сама не применяла никаких БАТ, и информации по БАТ у меня был полный ноль. Поэтому всё, что мне оставалось сделать, это отрицать БАТ. Не отрицать их существование, а отрицать их как элемент моей практики. И я даже выпустила видео на Ютубе тогда, в 2017 году, в котором я говорила, что принимать БАТ нужно только тогда, когда ты имеешь полное представление о том, что ты кладёшь себе в рот, что это за продукт, из чего он состоит, кто его произвёл, насколько он качественный, насколько он чистый и полезный, насколько он удовлетворяется сейчас твоим потребностям, насколько он тебе необходим сейчас, именно в данный момент, и почему именно этот БАТ. Тогда, на тот момент, мне казалось, что это очень сложная тема, что у меня нет времени её изучать, и поэтому я её игнорировала. Но проходило время, шёл год за годом, и тема БАТ, она, конечно же, никуда не исчезала, она продолжала присутствовать в жизни и в практике. И мне пришлось задуматься на эту тему, потому что игнорировать эту тему было больше невозможно. Тем более, когда я перешла уже в статус доктора натуропатии, то я, хочешь не хочешь, я уже была обязана как-то просвещать людей по поводу биологически активных добавок, хотя бы что-то говорить. Тем более, что когда я училась в институте, чтобы получить диплом доктора натуропатии, у нас была тема БАТ. Я даже сдавала зачёт по БАТ. И, конечно, я уже имела представление, но всё равно я не доходила до этой темы практически. То есть практически я не встраивала их в свою жизнь и в свою практику. И только недавно, год-полтора назад, БАТ появились в моей жизни. Я впустила в свою жизнь БАТ, потому что я решила так, что если я сама не попробую и не пойму, есть ли какой-то результат или нет результата, то я не смогу адекватно давать эту информацию в моей аудитории. Те, кто меня смотрит давно, вы знаете, что я вот так всегда иду по жизни. Я сначала пробую на себе, а потом уже начинаю это рекомендовать. Так было с очищением организма. Вы помните, я сначала прошла его, вела свой дневник. Очень многие пошли потом по этому дневнику, по Марве Огонян. И потом я стала консультировать. И всё это было через мою практику. И потом я проходила курс за курсом и получала свой опыт, где-то негативный, где-то позитивный. И все эти ошибки, которые возникали на моём пути, я все их анализировала и всегда делилась со своими подписчиками этими ошибками и анализом этих ошибок и теми способами, как их можно исправлять. Вот в этом я считаю и есть настоящее обучение людей, когда ты доносишь до людей свою собственную практику, пропущенную через свой собственный опыт и со своими собственными результатами. Так вот, полтора года назад я впустила в свою жизнь некоторые БАД Дотера. И, кстати, да, по поводу Дотера. Вы же знаете, да, что полтора года назад, ну, чуть побольше, чем полтора, скоро уже будет два года, я стала заниматься эфирными маслами Дотера. Но я же тоже, прежде чем понести в мир эти эфирные масла, я же сначала протестировала их на себе. Я четыре месяца не афишировала нигде, что я принимаю эфирные масла, потому что мне нужно было понять, как они работают, мне нужно было убедиться, что да, это действительно работающий продукт. Я тестировала на себе, я тестировала на своем мужа, на всех своих близких. Потом сюда, в этот круг тестировщиков, подключились мои, ну, мое ближайшее окружение из моих клиентов. И все, что мы видели, это было сплошь положительные результаты. То есть мы не увидели ни одного отрицательного результата. И только спустя четыре месяца я уже понесла на массовую аудиторию эту информацию об эфирных маслах Дотера. И сейчас моя аудитория увеличилась, аудитория, я имею в виду, мои последователи по эфирным маслам, их более трехсот человек в моей собственной структуре, это пользователи эфирных масел, это те, кто пришли в Дотера как привилегированные покупатели и как консультанты, пришли от меня или от тех, кто находится в моей структуре. И это люди, которые не разочаровались в эфирных маслах, которые продолжают ими пользоваться. То есть эта история, вот эта история с Дотерой, она проверена временем, проверена опытом, и поэтому теперь, когда я впустила БАТ Дотера в свою жизнь и протестировала его на протяжении вот уже, да, ни одного года, теперь я смело могу говорить и о том, не только об эфирных маслах, но и о добавках Дотера, как о продукте, который я пропустила через себя. И на сегодняшний день я вижу, что я не получила ни одного негативного результата от применения БАТ. А позитивные получила. А давайте посмотрим, какие позитивные я получила результаты. Вот какие проблемы были решены, да, правильнее сказать, вот просто на моих глазах с помощью продуктов Дотера, с помощью эфирных масел Дотера и с помощью добавок Дотера. Ну, во-первых, бронхиальная астма у моего мужа, и вы наверняка это многие знают, что это заболевание, которое современная медицина признаёт неизлечимым, вот просто категорически неизлечимым, мы избавились от этого заболевания, мы ушли полностью с лекарств, и вот уже второй год мой супруг находится в здоровом состоянии, тогда как 22 года до этого он был хроническим астматиком, который сидел на сальбутамоле, сначала на гормональных, потом на сальбутамоле, а теперь он полностью ушёл с лекарств, и это человек, который утверждает, что он вылечил бронхиальную астму, и произошло это именно с помощью эфирных масел. То же самое касается артрита. У моего супруга мы вылечили артрит, и не только у моего супруга, есть ещё ряд примеров, их много, когда люди решают эту проблему с опорно-двигательным аппаратом, если подходит к ней комплексно, и с точки зрения эфирных масел, и с точки зрения БАД. И я уже не говорю о такой, наверное, даже смешной проблеме, как хронический ренит, по сравнению с бронхиальной астмой, от которого очень легко избавляются, вот и я, и многие мои, из моего окружения избавились с помощью всего лишь одной эфирной смеси от хронического ренита. Сахарный диабет второго типа, казалось бы, да, такое сложное заболевание, связанное с аутоиммунной системой, но эта проблема тоже решается именно при помощи эфирных масел. Бесплодие, казалось бы, да, это просто какой-то кармический узел, но тем не менее есть, у моих коллег в практике есть примеры, когда женщины беременели и рожали здоровых малышей на фоне эфирной терапии, именно эфирных масел Дотера. Про аллопецию тоже много говорить не буду, но это, да, потеря волос, но это всё вопрос решаемый, причём решаемый он комплексно, не только внешним нанесением различных схем с эфирными маслами, но и, конечно же, внутренним применением и БАД, и эфирных масел, и комплексно, как я уже говорила выше, с помощью регулировки питания и восстановления нарушенного обмена веществ. И я думаю, что перечень вот этих заболеваний, он у каждого может быть более расширенным, потому что это мой пример, да, это я привела в пример то, что вот, ну, то, что я вижу, как я вижу эти решившиеся проблемы, но у каждого есть своя история, и таких историй много. Как вы уже понимаете, я своего производителя выбрала, но поскольку в вопросах, которые возникали до начала вебинара, да, представили люди вопросы, как выбрать производителя БАД, таких вопросов было немало, я всё-таки решила сказать, по каким критериям я советую определять качество БАД. Во-первых, мы определяемся с производителем. Ну, понятно, что если я использую БАД Дотера, то понятное дело, что я буду рекомендовать, конечно же, Дотера. Но если у кого-то, да, есть желание поискать другого производителя, конечно, это свобода выбора, но нужно понимать, что этот производитель должен быть известен, то есть имя его должно звучать. И звучать оно должно, конечно же, не в узком формате, а желательно в мировом сегменте, то есть на уровне мировых масштабов. И, конечно, желательно, чтобы это имя звучало, ну, энное количество лет, чтобы это не был какой-то там Вася Пупкин из подполья, который там вышел, что-то вынес, какой-то флакон непонятного происхождения. Таким производителем, конечно же, является Дотера. Это компания, которая 15 лет уже на рынке, на мировом рынке. И это имя сдают многие. Следующий критерий, да, по которому мы выбираем производителя, да, и качество БАД определяем, это, конечно, прозрачность документации, чтобы было четко сказано, да, и показано, где мы можем посмотреть документы на этот БАД. Чтобы в документах было четко указано состав, где произведено, из чего, какие клинические исследования, испытания прошел продукт. Дотера предоставляет такую документацию полностью. Ну и, конечно, мы всегда, как люди, да, как живые существа, мы, конечно, пойдем и будем искать отзывы тех, кто уже применял эти продукты на протяжении длительного времени и кто уже получил результаты. Таких отзывов о Дотера очень много, потому что на сегодняшний день Дотера – это более 14 миллионов пользователей продуктов. Понятное дело, что интернет, ну, наполнен просто отзывами таких людей. Когда я только начинала пользоваться эфирными маслами Дотера, у нас тогда на российском рынке было представлено, ну, кроме эфирных масел, которые были в хорошем ассортименте, было представлено, ну, всего лишь там, буквально, наверное, парочка БАД, собственно, с которых я и начала. И больше мы не имели возможности пробовать никакие другие БАДы, хотя они есть, их много, но поскольку это американская компания, то по известным причинам у нас не было возможности приобретать все БАДы, которые мы хотели бы. И вот в мае этого года, как раз я, когда мы были на конвенции Дотера в Москве, нам объявили, что наконец-таки у нас в России появился долгожданный комплекс тех БАД, о которых мы давно мечтали. Я очень мечтала об этом БАДе, об этом комплексе добавок. И вот он наконец-то появился, и я сегодня хочу вам его представить. Он называется «Долгожитель». Мне очень нравится это название. Я не беру на себя смелость озвучивать англоязычное, его длинное название, потому что я не владею английским языком, а произносить это коряво мне не хочется. Поэтому по-русски можно называть «Долгожитель». Ну, если сокращенно, да, с английского это LLV, комплекс LLV. И посмотрите внимательно, что заявляет компания Дотера. Это прям первый пункт, да, вот на этом слайде. Если вам не подошел комплекс LLV, то в течение 30 дней вы можете вернуть в скрытую упаковку с неиспользованным продуктом, и компания вернет вам полную стоимость. Вы понимаете, в это просто невозможно поверить. Ну, да, это насколько нужно быть уверенным в продукте, насколько нужно отточить продукт и быть абсолютно уверенным в том, что он гарантированно подойдет всем, чтобы вот это вот заявить. Это очень смелый шаг, но я думаю, что за этой смелостью стоит именно надежность. Надежность. То есть это очень о многом и говорит. Итак, вот он, долгожданный комплекс БАД, долгожитель, которого мы так долго ждали. Почему я сейчас о нем говорю? Потому что именно вот эти БАДы мы как раз и связываем с восстановлением нарушенного обмена веществ. сейчас, когда я буду вам рассказывать о каждой баночке из этого комплекса, вы поймете, почему я их сюда сегодня привязала, почему я именно на них делаю ставку сейчас, как на помощников, на очень мощных помощников в восстановлении нарушенного обмена веществ. Итак, три баночки. Значит, первая баночка называется питательный комплекс Майкроплекс ВМЗ. Вторая баночка – это комплекс для поддержания клеточной энергии Альфа-Серес-Плюс. И третья баночка – это Омега-комплекс Ксио-Мега. Давайте перейдем к описанию каждой баночки по отдельности. Питательный комплекс Майкроплекс ВМЗ. Во-первых, вы не пугайтесь, пожалуйста, вот этих вот названий непонятных, да? Они расшифровываются очень легко. И на этом слайде вам представлена расшифровка. Что такое Майкроплекс? Это называется комплекс микроэлементов. И это понятно. ВМ – это витамины и минералы. А буква «З» означает улучшение, внесенное в исходный продукт. Давайте посмотрим подробнее, из чего состоит этот продукт. Сейчас, когда вы будете слушать меня и смотреть на описание состава, сразу хочу вам сказать, что состав у этих БАТ полностью натуральный, по абсолютному. Когда я готовилась к вебинару, поступило несколько вопросов, таких, знаете, ну, с нападками. Типа, БАЯ, ну, куда вас там несёт, к чёрту, да? БАТ – это же фарма, это же химия, но вы же натуропат, вы же за всё натуральное, за всё естественное. Зачем вы ведётесь на эти БАДы? Вот так мне прям люди писали. Я сказала, что я дам ответ на вебинаре. Понимаете, когда человек несведущий, и когда у него нету чёткой информации по БАДам, вот ровно так, как это было у меня в 2017 году, когда у меня не было никакой информации по БАДам, да, я тоже могла такое подумать, да, что это что-то такое связанное с фармой, там какие-то химические витамины, зачем они нам нужны, мы всё получим из пищи. Но когда начинаешь изучать продукт и обнаруживаешь, что оказывается здесь всё натуральное, то твоё отношение к такому продукту очень сильно меняется. Смотрите, что здесь есть? Сбалансированный комплекс незаменимых витаминов, причём витамины-антиоксиданты А, С, Е. Энергетический комплекс витаминов группы В, Натуральный витамин В. Смотрите следующий пункт, второй. Универсальная растительная смесь, капуста, одуванчик, петрушка, бурые водоросли, брокколи, брюссельская капуста, шпинат. Вот скажите, вы съедите вот это всё в один день? Вы будете это есть каждый день вот в полном этом составе? Конечно, нет. Вы просто не сможете столько всего сразу в себя запихать. А здесь вам это дают. Почему это присутствуют эти, именно эти продукты? Да потому что они, это в концентрированном виде, и они именно являются источником витаминов и минералов. И нам их дают в концентрированном виде, в одной капсуле, чтобы мы это употребляли и дополняли свою пищу недостающими элементами, ровно теми, которых нам недостают вот в той самой нашей пище, обеднённой витаминами и минералами. Что ещё здесь присутствует в этой капсуле питательного комплекса? Энзимы, которые способствуют перевариванию и усвоению питательных веществ. Что такое энзимы? Это ферменты. И тоже был вопрос перед вебинаром, что принимать, чтобы БАДы лучше усваивались. А вот здесь ничего не нужно принимать, потому что ферменты, причём растительного происхождения, они уже есть в этой капсуле, и они уже будут способствовать тому, чтобы это всё нормально усваивалось. И белки, и жиры, и углеводы. Все ферменты, как видите, здесь есть. И протеаза, и лактаза, и липаза, и амилаза, и другие. Минералы, пожалуйста, кальций, железо, йод, магний, цинк, селен, медь, марганец, хром. Всё то, чего нам не хватает, причём в хилатной форме. Я думаю, сейчас тоже все стали продвинуты, все понимают, что такое хилатная форма. Это та форма, которая является биодоступной. То есть это не просто какие-то химические минералы, которые принял и вышли на вылет, не усвоились. Это как раз то, что является биодоступным, то есть усваивается полностью. Ну и, конечно, это ещё и фитосмесь. То есть экстракты листьев мяты, корень имбиря, семена отмина – это те вещества, которые помогают хорошо вот это всё усваивать. Вот это всё в составе одной маленькой капсулы питательного комплекса. То есть понимаете, вот то, что содержится в этой баночке, в этой капсуле, это не является лекарством, это не является каким-то химическим веществом. Это является по сути едой. Оно же так и называется добавка к пище, биологически активная добавка к пище. То есть это то, чего нам не хватает в еде. Поэтому, когда мы употребляем с пищей вот эти капсулы, мы просто дополняем свою еду теми необходимыми элементами, которые в ней отсутствуют. Вот и всё. Это очень просто понять суть биологически активной добавки. Смотрите дальше, мы продолжаем говорить про этот комплекс, микроплекс, питательный комплекс. 22 разновидности витаминов и минералов. Что важно, что эта капсула является защитниками против свободных радикалов. То есть обладает антиоксидантным свойством. Когда мы говорим про наши клетки, то мы понимаем, что у клетки есть враг. Это свободный радикал, молекула убийца. и мы понимаем, что нам нужны продукты, которые будут обладать антиоксидантным свойством, то есть защищать нас от этих свободных радикалов. Если мы не имеем в достатке таких продуктов в своём рационе, которые будут нас защищать от разрушения, мы получаем эти продукты именно в этой капсуле, которая является антиоксидантом. Если эта капсула помогает нам защищать клетки, то само собой она помогает и выработке клеточной энергии. Клеточная энергия это то, что даёт нам возможность быть активными. Клеточная энергия. Такие элементы, как кальций, магний, цинк и витамин D поддерживают нашу опорно-двигательную аппарату, наши кости, наши суставы. И конечно же, если у нас в порядке пищеварительный тракт, если у нас здоровое пищеварение, то у нас нормализуется микрофлора, и поскольку микрофлора отвечает за наш иммунитет, у нас соответственно улучшается состояние иммунной системы, повышается наш иммунитет. следующий флакон в этом комплексе долгожитель это комплекс для поддержания клеточной энергии альфа CRS+. Давайте расшифруем это название. Альфа это первый, CRS это система обновления клеток и плюс это улучшения, которые внесены в исходный продукт. Опять мы говорим про клетки, мы опять возвращаемся к работе на клеточном уровне. Посмотрите на состав. Некоторые названия вам покажутся незнакомыми, но я сейчас объясню, что это такое. Смотрите, басвелевая кислота и протеолитический фермент бромелайн для поддержания здорового функционированного клеток. Если вы знакомы с эфирными маслами, то вы наверное вспомните сейчас, что у нас есть такое эфирное масло ладан, которое добывается из смолы дерева басвелия, так вот басвелевая кислота это как раз и есть элемент вот этой смолы и именно здесь мы говорим про работу на клеточном уровне, потому что все, что касается басвелевой кислоты, это работа именно с клетками. Вот почему у нас эфирное масло ладан идет как защитник клеток, как масло, которое умеет управлять поломенными клетками, находит поломки и умеет их ремонтировать, если говорить таким понятным языком. Бромелайн тоже может покажется слово незнакомым, но на самом деле это источник бромелайна, это ананас. То есть опять мы опять приходим к тому, что несмотря на эти непонятные сложные слова, мы опять приходим к тому, что это натуральные продукты, сделанные на, то есть в основе лежит растительная растительность, сделанная на растительной основе. Дальше, растительный экстракт гинкобелоба для поддержания ясности ума и восстановления энергии и большое количество мощных полифенолов. Что такое полифенолы? Это вещества, которые опять-таки защищают нас от свободных радикалов и если мы не имеем этих веществ в своем питании, пожалуйста, нам дают их в виде вот этих концентратов. Корень шлемника, горец японский, гранат, виноградные косточки, куркума, расторопши это все названия вам знакомые и те вещества, которые из них извлекают и заводят их в эту капсулу в виде полифенолов, они как раз и являются тем самым прекрасным дополнением для работы ваших клеток, которых мы, к сожалению, не имеем в своем питании. У нас нет в питании столько куркумы, столько расторопши, столько виноградных косточек, чтобы мы это все получали в полном объеме. Конечно же, всем знакомы такие слова, как коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота, ацетил-L-карнитин, это все тоже присутствует вот в этой капсуле альфа-СРС плюс. Ну и, как всегда, смесь растительных экстрактов, куда же без них, куда бы мы ни пошли, в любом продукте у нас ДОТР нам предлагает растительные экстракты. Ну и, конечно, очень важно, что эти капсулы, в которых выпускается эта добавка, они не содержат лаурилсульфат натрия. Это очень важно. Это как раз к вопросу о том, что мы хотим быть подальше от химии. Итак, альфа-СРС плюс это все, что касается клеточного здоровья и нормального функционирования клеток. Это энергия клеток, это здоровье клеток, это наш клеточный иммунитет, ну и, конечно, это наша хорошая интеллектуальная деятельность. Третья баночка в этом комплексе это ксеомега. Опять-таки, расшифровывая название, мы видим, что такое Х. Это астаксантин, то есть стандартизированный экстракт микроводорослей. Мы опять с вами видим, что это растительное происхождение. ЕО, эфирное масло, это опять растительное происхождение. И мега указывает на полезное действие полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в этом комплексе. Посмотрите на состав. Мы опять видим, что здесь все натуральное. Рыбий жир из мелких глубоководных рыбок, которые плавают на большой глубине и не накапливают в себе тяжелые металлы. Сейчас ведется много споров по поводу того, как относиться к рыбе, потому что моря, океаны загрязнены, рыба, получается, тоже накапливает в себе все эти загрязнения, и при том, что считается очень полезным есть рыбу, мы, во-первых, у нас, мы не можем столько ее найти полезной у нас в наших условиях, если мы живем не на берегу моря, океана, но и, во-вторых, даже то, что мы имеем в доступе, оно не всегда нам кажется безопасным, именно в точке зрения загрязнений. Так вот, пожалуйста, нам предлагают что? Нам предлагают совершенно безопасный жир, который добивается из рыбок, живущих на глубине. Кроме того, это концентрат масла кальмара, масла семян граната, масла семян воробейника полевого, астоксантин, лютеин, заксантин, ликопеин, витамин А, Д3, Е, ну и, конечно, эфирные масла. Обязательно в каждой капсуле присутствует эфирное масло гвоздики, тимьяна, тмина, ладана, апельсина, мяты перечной, имбиря и немецкой ромашки. Посмотрите, какой обогащенный состав всего лишь в одной маленькой капсуле. И когда мы каждый день берем с едой одну маленькую капсулу вот этой кси-омеги, посмотрите, сколько проблем мы закрываем. Посмотрите, что мы решаем. Мы поддерживаем свое сердце и свои сосуды, мы улучшаем состояние кожи, поддерживаем наши суставы, укрепляем иммунитет, воздействуем на нервную систему, поддерживаем наши глаза в хорошем состоянии, мозг, опять-таки это антиоксидантная защита и, конечно же, улучшение в общем и целом всех систем организма, включая кровеносную систему, лимфатическую и так далее. И что самое главное, что все это натурального происхождения, то есть нет ни одной, ни одного пункта, который бы указывал на какое-то химическое происхождение, на какую-то фарму. Мы снова возвращаемся к тому, почему я доверила Дотери, потому что я нашла все подтверждения и все доказательства того, что это компания, которая работает прозрачно, прозрачно, то есть можно найти в ответ абсолютно на любой вопрос. Есть такое понятие газовая хроматограмма. Если вы не знакомы с эфирными маслами, то, наверное, вы об этом слышите первый раз, но я вам скажу просто очень коротко, что когда мы берем флакон эфирного масла, например, и смотрим на его дно, то там есть определенный код. Достаточно ввести этот код на определенный сайт, и нам выдают полную информацию по этому продукту, фото этого продукта и полное его описание, когда, где произведено, какой срок годности, какой химический состав, какие лабораторные исследования прошло, сколько степеней очистки и так далее, и так далее. То есть далеко не каждая компания может позволить себе вот такой открытый серьезный обзор документации по каждому, абсолютно по каждому продукту. Чем еще меня убеждает Дотера в своей серьезности и в своей качественности? В том, что она работает по принципу ботанической сети. Это тоже очень просто понять. Дело в том, что производство у Дотера находится по всему миру именно в тех местах, где произрастают продукты, растения. То есть если это производится, допустим, эфирное масло Капайбы, то это в Африке, именно там, где растут Капайские деревья. Если производится эфирное масло, скажем, розы, то это Болгария, именно там стоит производство Дотеры, потому что там плантации розы. Если это эфирное масло сибирской пихты, то это Сибирь, именно там сибирская пихта. Это называется ботаническая сеть. И вот такие производства у Дотеры стоят по всему миру, понимаете? Есть карта, есть карта подробная с указаниями всех, абсолютно всех точек производств по всему миру, где Дотера производит свои продукты. И когда у нас в Дотера лидеры достигают определенных рангов, у них появляется возможность поехать в любую страну на производство и посмотреть, увидеть своими глазами, как производятся продукты. Вот почему я доверяю Дотера и вот почему я могу смело ее рекомендовать. абсолютно всем. То есть на сегодняшний день у меня нет ни одного невыясненного вопроса под Дотера и какой бы вопрос мне не задали, я всегда на него найду ответ. И если я не найду на него ответ сразу, то я обязательно найду ответ, если пойду на сайт, покопаюсь в документации, я все равно найду ответ. За это я очень люблю Дотера. Теперь вот такой вопрос возникает. Вот мы нормализуем питание, мы начинаем строить свой рацион с точки зрения здоровых продуктов, мы начинаем двигаться активно, мы включаем в свою жизнь очищение или детокс, и мы работаем над восстановлением нарушенного обмена веществ еще и с помощью БАД, в данном случае долгожителей. Достаточно ли нам будет этого? Ответ да, этого достаточно, но здесь есть один маленький нюанс. Дело в том, что подавляющее большинство клиентов или скажем так клиенток, потому что в основном женщины ко мне идут, это женщины, которые приходят с огромным нетерпением и с большим желанием снизить свой вес, не только восстановить здоровье, вернее, ну как сказать, это само собой, здоровье, это понятное дело, но очень многие приходят именно вот из-за этого фактора привести себя в хорошую физическую форму. Они так и говорят, бай, ну вот вам же удалось, я тоже хочу, как и вы, я хочу быть стройной, легкой, у меня сейчас отпуск, я хочу поехать на море, мне нужно одеть купальник, мне должно быть стыдно раздеться на пляже, то есть все хотят быстро снижать вес. Я понимаю, что мне могут возразить, что как же так, мы не можем снижать вес быстро, это небезопасно для женщин, но я снижение веса, но мы говорим об эффективном снижении веса при всем том комплексном подходе, который мы уже проговорили сегодня, и про безопасное снижение веса. И вот этот маленький флакончик, я готова сейчас вам его тоже представить, это эфирная смесь метаболик метапауэр. Обратите внимание, смесь метаболик это очень важное название, это как раз говорит о том, что мы именно вот этим маленьким дополнением мы помогаем себе усилить обмен веществ, ускорить его и как можно быстрее справиться с сжиганием жировых клеток, когда мы очень сильно хотим снизить свой вес. Я сейчас говорю, конечно же, в первую очередь обращаюсь к тем, кто заинтересован в приведении себя в хорошую физическую форму, неважно сколько килограмм вы хотите скинуть, 5, 10, 15, 20, больше. В любом случае метапауэр это метаболическая смесь, которая будет помогать вам сжигать жировые клетки. Посмотрите, как расшифровывается метапауэр. Мета это метаболическое здоровье, это понятно, а пауэр это ваше личное здоровье, здоровье, которого вы добились. Это вот и есть метаболическая смесь метапауэр. Посмотрите, что у нее в составе. Эфирные масла грейпфрута, лимона, перечной мяты, имбиря и корица класса CPTG. Что означают эти буквы? Эти буквы означают, что у всех этих масел, точнее у этой смеси в общем и целом, есть сертификат терапевтического класса. Что это значит? Далеко не каждая компания производителей фенных масел может похвастаться тем, что ее масла, продукты обладают сертификатом терапевтического класса. то есть имеют полное право быть рекомендованными к приему внутрь, как пищевые добавки. То есть данная эфирная смесь является терапевтической, идет как пищевая добавка, то есть как пищевой продукт. И мы смело можем употреблять ее внутрь. В каких пропорциях подобраны эти масла компания держит в секрете, потому что это запатентованная смесь. но мы не настаиваем на расшифровывании этого секрета, потому что нам достаточно того, какое действие она производит. Если среди вас есть те, кто уже в Дотерре, вы, наверное, помните, что была у нас такая эфирная смесь Slim Sessi. Все ее очень любили именно за эти же качества. но потом ее сняли с производства не потому, что она плохая, а потому, что именно был выпущен более эффективный продукт на этой же основе. Это как раз и есть смесь Metabolic MetaPower. Это считайте та же Slim Sessi, только в усовершенствованном виде. Есть еще одно очень важное качество у этой смеси. мы можем рекомендовать ее людям как с инсулино-резистентностью, так и с сахарным диабетом, потому что у нее есть свойства, она помогает снижать уровень сахара в крови, если он повышен. Если он в норме, но у вас просто лишний вес, можете не бояться, она не понизит сахар, она просто будет держать его на должном уровне. Но если у вас сахар повышен, то смесь MetaPower это как раз про вас. Ну и про инсулино-резистентность тоже. И у нее есть еще особенность, она помогает справляться с тягой к сладкому. Это очень громкое заявление, потому что в зависимости от сахара на сегодняшний день это очень большая проблема, с которой я сталкиваюсь постоянно. Вот такой чудесный продукт. И теперь понимаете, что у нас получился целый комплекс, который сегодня я вам могу предложить попробовать. И, конечно же, возникает вопрос, сколько это стоит. Не буду ничего скрывать. Называю цифры, как они есть. Смесь MetaPower, если вы ее покупаете в розницу, стоит 3530 рублей. Но если вы ее приобретаете как зарегистрированный пользователь, то есть регистрируетесь по моей ссылке и покупаете как привилегированный покупатель, вы можете взять ее на 25% дешевле, то есть за 2650 рублей. То же самое касается комплекса долгожитель. Если вы покупаете его просто, берете и покупаете в розницу, то это будет 13320 рублей. Но если вы регистрируетесь как привилегированный покупатель Дотерра по моей ссылке, вам это опять выходит на 25% дешевле и это 9990 рублей. И теперь смотрите, что я предлагаю. Я предлагаю вам зайти в Дотерра прямо сегодня вот именно с этим комплексом и попробовать его. Почему это выгодно зайти в Дотерра именно сегодня? Я вам сейчас покажу на следующем слайде, почему я предлагаю сделать это именно сегодня. И не пожалеть и заплатить один раз в жизни регистрационный взнос в размере 1490 рублей это за регистрацию в Дотерра. Этот взнос берется один раз в жизни, но заплатив его один раз вы сможете купить вот эти самые продукты и долгожитель и смесь MetaPower просто без регистрационного взноса данные продукты будут вам недоступны. Но я считаю, что есть большой смысл сделать это сегодня. Я сейчас объясню, почему, что вы за это получите. Зарегистрироваться и плюс вот к этим продуктам смесь MetaPower и долгожитель. Я очень советую взять еще масло грейпфрута. Почему я сейчас об этом скажу? Дело в том, что среди вас наверняка есть те, которые действительно в первую очередь ставят снижение веса. И следом там уже какие-то хронические заболевания. Так вот, когда мы говорим про снижение веса и про применение смеси MetaPower, то у нас есть некоторые ограничения по количеству приемов. То есть вы начнете с одной капли MetaPower в день. Понимаете, какая мощная сила у этого масла? Вам рекомендуют одну каплю в день. Это очень сильная концентрация, вы будете разводить ее в воде и вы будете на этом сжигать жировые клетки. Я знаю, что у многих возникнет нетерпение и им захочется принять еще каплю и еще каплю и они будут думать, что если они будут принимать больше капель, то они быстро очень сожгут много жира и очень быстро станут стройными. Но здесь хочу немножечко вас притормозить. Дело в том, что если компания заявляет, что есть ограничение по количеству приема, то лучше его не нарушать это ограничение и действовать строго по инструкции, потому что любое нарушение инструкции может обернуться какими-нибудь не очень хорошими последствиями. Либо это будет в виде аллергии, либо, я не знаю, в каком-то еще виде это выразится, но я предпочитаю действовать по инструкции. Так вот, масло гримфрута, если вы берете его в дополнение вот к этим продуктам, оно как раз не имеет ограничений, но оно несет точно такую же функцию сжигания жира. Но, скажем так, оно не такое же, конечно, по силе, как смесь метаболик, метапауэр, но это его основная функция сжигания жира и погашения воспалительных процессов. Поэтому, когда вы берете еще в комплексе смесь масла гримфрута, вы себе как бы обеспечиваете пролонгированный эффект сжигания жира, но при этом безопасно для вашего здоровья, потому что вы можете несколько раз в день пить водичку с маслом гримфрута, и это будет вкусно и полезно и очень эффективно. Вы уже можете прямо сейчас нажимать кнопку зарегистрироваться, и вы попадете на страничку презентации, мою страничку презентации эфирных масел Дотера, вы посмотрите, с чем еще можно зарегистрироваться, не только с этим набором, можно еще и с набором эфирных масел, с одним и с другим. А я, пока вы, да, можете уже переходить на регистрацию, а я сейчас скажу, что еще вы будете хорошего тут иметь с этой регистрацией. Значит, по длительности, да, насколько хватит продукции, я здесь примерно прикинула, и вот, что у меня получилось. Смесь метапауэр, 15 миллилитров, это примерно 300 капель. Если мы будем следовать инструкции и применять по одной капле в день, то это 300 дней. Вы понимаете, что такое 300 дней? Это почти год. Но я знаю, что многие будут увеличивать, и есть, скажем так, есть регламент, можно увеличить там до 3 капель в день, но это с постепенным переходом, да, не быстро, не сразу, а постепенно. Но даже при таком применении, там, до 3 капель в день, все равно это очень-очень большой срок, на который вам хватит вот этой жиросжигающей смеси. Если учитывать ее стоимость, да, и поделить на эти 300 дней или поменьше, вы просто обалдете, насколько это выходит экономно. Что касается долгожителя, в каждой баночке по 120 капсул, вы тоже начнете принимать их не с максимального количества, а с одной. Единственное, что ксиомегу будете принимать по 2 капсулы в день, а альфа и майкроплекс можно начинать с одной капсулы и постепенно увеличивать до 3-4. То есть, сколько раз вы кушаете, столько раз можете принимать. Но так или иначе, вам все равно это хватит тоже не на 1 месяц явно. и я примерно прикинула, это грубая такая цифра 100 рублей. Но вы понимаете, что 100 рублей в день, что это такое вообще на самом деле? Это вот то, во что вам примерно обойдется вот этот комплекс полностью для восстановления нормального обмена веществ. Что такое 100 рублей в день? Ну, грубо говоря, это вот сесть на маршрутку, съездить в один конец, а потом вернуться в другой или там на метро, съездил на работу и сработать просто на дорогу. Что это? Это деньги никуда, ни о чем. А здесь вы за эти деньги будете нормализовывать обмен веществ и просто уходить от ваших болезней, от старости, ну и в конце концов от преждевременной смерти. Я считаю, что это ну, тут просто даже не о чем говорить и нечего сравнивать. И вот теперь я перехожу к этим самым бонусам, которые вы получаете, если вы сегодня регистрируетесь вот по этой ссылочке зарегистрироваться на один из наборов, либо на набор БАД, либо на набор с эфирными маслами. Я специально по этому случаю, по случаю вебинара написала книгу. Книга «Жизнь с БАД. Как не пожалеть о потраченных средствах?» поскольку были такие вопросы неоднократно, да, вот, типа, деньги на ветер, вот я, сколько я их ела, переела, а ничего не помогает. Я-то знаю, почему не помогает. Ребятки, понимаете, я-то знаю, потому что не соблюдается комплекс всех мероприятий, о которых я вам говорила выше, да, сегодня на вебинаре, на слайдах, что мы комплексно работаем, мы не просто сидим на диване, кушаем чипсы и заедаем БАДами, да, конечно, мы ничего этим не добьёмся. Поэтому в этой книге я написала всё, что я думаю о применении БАД, как их применять, да, как их встраивать в свою жизнь. Дала даже короткий план встраивания в жизнь БАД, расписала подробно из чего состоят, да, состав, как действовать, что получите, а также приложила ещё и 100 рецептов вам для того, чтобы вы самостоятельно сумели изменить своё питание с точки зрения наполнения их всё-таки полезными веществами. 100 рецептов это, я считаю, ну, такое богатое наследие, которое вы получаете в дополнение к этому набору БАД. Что вы получаете ещё после регистрации в Дотерра по моей ссылке? Я вас включаю в свой телеграм-чат поддержки пользователей Дотерра, аромачат Байче, так он называется, нас там на сегодняшний день более 400 человек, и это та площадка, которая поможет вам ориентироваться в мире эфирных масел и в мире добавок БАД. Это ответы на любые вопросы, это полезная информация, это вебинары, это документы, файлы, видео, в общем, это полный комплекс необходимой информации, а также информации по вашему личному запросу, то есть, какие бы вопросы у вас ни возникали, по вам, по вашей семье, по здоровью, по применению продуктов ДОТЕРа. Вы всегда можете задавать вопросы в этот чат и всегда находить ответы. Дальше, что еще вы получаете при регистрации по этой ссылке? Доступ к базовому курсу по эфирным маслам. Это курс, в котором дана подробная информация о том, что такое эфирные масла, как пользоваться эфирными маслами, какая техника безопасности, какие масла для чего нужны, какие дозировки взрослые, детские и так далее, и так далее. То есть, вся та необходимая информация, которая обычно вызывает у новичков кучу вопросов. Вот вся она помещена в этот курс. А также при регистрации на любой из продуктов, перечисленных мной в ДОТЕРа, вы получаете бесплатный обучающий курс от ДОТЕРа по линейке продуктов Метапауэр. На самом деле, Метапауэр – это не только одно масло, это еще и ряд других продуктов, в том числе продуктов, которые являются пищей, продуктами питания. Но, к сожалению, пока они у нас не полностью представлены на российском рынке, но у меня структура большая, у меня есть люди и из Европы, и из Америки, им доступны эти продукты, поэтому я считаю, это будет очень даже кстати, пройти вот такой обучающий курс и узнать все про эту Метапауэр, что же это за метаболик. Конечно же, вы при регистрации становитесь покупателем ДОТЕРа с пожизненной скидкой 25%, но это еще не все. Вы также можете участвовать в акциях, получать подарки, а также за каждую свою покупку получать возвратный кэшбэк до 30%, ну и другие бонусы. Ну и самое главное, я думаю, что это будет очень такой приятный бонус к сегодняшнему вечеру, если вы сегодня прямо регистрируетесь, я вам дарю свою индивидуальную консультацию. Вот все, что я сейчас говорила, я адресовала новым своим слушателям, которые еще не у меня в ДОТЕРа. Что касается тех, кто у меня уже в ДОТЕРа, в моей структуре, ребята, для вас тоже хорошая новость. Если вы сегодня делаете заказ вот этого комплекса долгожителей вместе с Метапауэр и вместе с эфирным маслом ГРИПФРУТ, я вам тоже дарю свою большую индивидуальную консультацию. Но сделать это нужно именно сегодня. Если вы завтра пойдете это делать, то, увы, консультации в подарок уже не будет. Поэтому прямо сейчас нажимайте на зарегистрироваться, попадаете на страничку презентации, внимательно сканируете всю эту страницу, описание набора по долгожителю, инструкция, как именно сделать регистрацию. И теперь у меня осталось несколько вопросиков, прям чуть-чуть. Я сейчас в чате посмотрю, я на них отвечу, чтобы нам уже выполнить программу полностью. Вот сначала те вопросы, которые были присланы. Как определить чистоту и полезность БАД? Сомнений всегда будут. Люди пьют горстями, но результата не видно, работает самовнушение. Не знаю, каким производителям верить. Ну, собственно, я, мне кажется, ответила на все эти вопросы, что чистоту и полезность мы определяем по открытой документации, горстями пить, но результата нет, это потому, что не соблюдают, либо не тот БАД пьют некачественные, либо не соблюдают комплексные условия. Ну, и кому верить, тоже я объясняла, по каким критериям мы выбираем производителя. Еще такой был вопрос, откуда берутся качественные биодобавки, если все так плохо? Ну, человек имел в виду, что все так плохо с продуктами. Друзья мои, с продуктами-то, к сожалению, да, у нас плохо. И, кстати, вот раньше я думала, что да, действительно, если у тебя чистый кишечник, то ты можешь получить полный комплекс питательных веществ и только из еды. Я так долго думала, но, к сожалению, к моему большому сожалению, да, как бы я не пыталась носить розовые очки, я все-таки должна констатировать факт, я это понимаю, что современная пища, она уже не того качества, чтобы полностью нас обеспечить полным комплексом питательных веществ. Поэтому мы так или иначе вынуждены прибегать бад, это вынужденная мера, но если мы хотим быть здоровыми и жить долго, нам придется к этому прибегать, ничего не поделаешь, мы живем в такое время. Так вот, если все так плохо, так поэтому и берутся качественные биодобавки, потому что все плохо, потому что есть люди, ученые люди, люди-исследователи, есть целые лаборатории, которые находят возможность брать из растений, из полезных растений концентраты и соединять их в правильную формулу и в правильном сочетании в капсуле, которая и называется БАД и которую нам предлагают как добавку к пище. Многие витамины не информативно смотреть по периферической крови. Какие витамины и как лучше смотреть? А вот здесь у меня вот такой ответ. Прежде всего нужно доверять самим себе. Я лично считаю, что ваш организм это самый лучший показатель того, что происходит у вас внутри на самом деле. Если вы себе не доверяете, ну да, тогда идите сдавайте там все возможные анализы и смотрите, чего у вас не хватает. Но даже при том, что вы сдали анализы, что вы поняли, чего именно у вас не хватает, вы всё равно не найдёте такого БАД, который бы полностью удовлетворил вас именно по дефициту этого конкретного витамина или минерала, всё равно мы идём комплексно. Мы идём от комплексного подхода, пляшем, и только тогда мы сможем говорить о решении этой проблемы. Вот. Поэтому доверять прежде всего я считаю себе, не анализом, а именно себе, своему самочувствию. Если мы видим, что все признаки налицо, чего ещё ждать? Всё понятно, что метаболизм нарушен. Идём и комплексно исправляем эти проблемы. Ну, тут опять вопрос про химию. Зачем вам химия? Ну, это я уже отвечала. Так, ну да, дальше там идут еще одни и те же вопросы, то есть повторение того же. Так, что-то здесь было в чате. Можете писать ещё ваши вопросы. Что вот вам сейчас непонятно по тому, что я объясняла, что я рассказала? Что такое суррогатная еда? Ну, суррогат это как бы псевдо, да, это вот так, если мы берём в кавычках. То есть, это как бы еда, но на самом деле туда она слишком видоизменила свой состав, то есть там изначально, возможно, и присутствовали какие-то натуральные продукты, но над ними так сильно поработали, так сильно их улучшили, там, очистили от всего, от всех возможных веществ, да ещё и добавили туда химии, каких-нибудь там ароматизаторов, красителей, консервантов, в общем, изменили до неузнаваемости исходный состав и получилась суррогатная еда, то есть еда, которая не является естественной, а является каким-то таким химическим или полухимическим изобретением, но, конечно, пользы от такой еды нет. Так, как вы от ренита избавились, какие масла брали? Значит, Ангелина, я, говоря про ренит, я, конечно же, имела в виду бриз, это замечательная история, вы знаете, у меня вот здесь вот прям маска всегда, я каждое утро просто уже для профилактики беру маску, капаю туда пару капель бриза, одеваю и пока у меня есть свободное время, там на кухне туда-сюда что-то подумаю, я просто хожу в этой маске и дышу бризом. Это идет такая аэрация вообще всей носоглотки, такое мощное обеззараживание, такой антисептик, такое легкое дыхание, что никакие медикаментозные средства просто не могут сравниться вот с этой эфирной смесью. Ну, сколько стоит бат, я уже все сказала, по стоимости, насколько хватает, тоже уже сказала, да, что не на месяц, а больше. Метапауэр снижает ли аппетит? Да, вот если мы вот так берем, да, бутылочку, но только не из дешевого пластика, вот лучше такую, да, латеровскую взять, ну, не какой-то хороший пластик медицинский, капаем туда капельку метапауэр, да, на водичку, и вот так в течение дня позим-пьем туда, это помогает снижать аппетит, совершенно верно. Да, 100 рецептов, это супер, я тоже считаю, что я не зря старалась над этой книгой, и ею надо пользоваться. Так, ну, большое спасибо. Так, принимать три капсулы сразу в один прием. Значит, ребята, кто в Дотера, это мы с вами обговорим в чате, кто не в Дотера, я полностью расписала способы приема в своей книге «Жизнь с БАД». Там вы это найдете, то есть регистрируетесь, да, берете долгожитель, получаете в подарок книгу. Спасибо большое за то, что вы присутствовали так долго, слушали мой рассказ, благодарю вас за внимание и жду вас на регистрацию, чтобы познакомить вас с этим замечательным миром Дотера, который я очень люблю и о котором я буду говорить всегда с очень большой любовью. Благодарю вас за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!